Эта программа «Слушайте доктора». Добрый день, у микрофона Светлана Занько, и сегодня в нашей программе в гостях Игорь Набатов, главный врач Кировско-областного клинического онкологического диспансера. Игорь Фёдорович, добрый день. Добрый день. Несколько вопросов у нас есть для сегодняшней программы, но в первую очередь хотелось бы обратиться к прямой линии, которая прошла в понедельник, 20 февраля. Два часа она длилась. Какие вопросы задавали люди, на что была направлена прямая линия? На самом деле, прямая линия – это у нас одно из мероприятий, которое мы проводим в феврале, а февраль в этом году у нас обозначен как месяц профилактики онкологических заболеваний. Много мероприятий у нас проведено. Что касается прямой линии, на вопросы отвечали мои заместители, главный онколог Кировской области Светлана Александровна Хлебникова, заместитель по медицинской части Коковихин Михаил Николаевич. Каждый год эти линии проводятся. Вопросы разные. Были вопросы и очень тяжелые в плане психологическом, когда звонили пациенты уже с неоперабельными формами злокачественных образований. И были пациенты, которые обращались с жалобами где-то на некорректное отношение работников, но стали выяснять, когда и кто. Оказалось, что это речь идет про 2015 год. Вообще задумывалась прямая линия, как еще одна из возможностей напрямую пообщаться с населением, с пациентами. И хотели мы, чтобы она носила такой просветительский, профилактический характер. Но в чем-то можно сказать, что это получилось, в чем-то не получилось. Получается, в большей части звонили люди, которые уже имеют диагноз, которые обращались к вам в онкоцентр, они звонили, да? Ну да. Со своими вопросами. А не те, которые насторожены чем-то и хотят предвосхитить ситуацию, предотвратить ее и проконсультироваться. Прямая линия шла 2 часа. Как часто в течение года проводите вот такие прямые линии? Проводится она в рамках месячника. Ну, наверное, мы будем менять этот формат. И, наверное, неправильно это звучит, что месяц в году занимаются профилактикой онкозаболеваний. Для себя мы думаем, в 2017 год очень активно этим заняться. Именно просветительской работой. Да. Потому что это, считаем, нужно раннее выявление и активное выявление онкозаболеваний. Вот это тот раздел работы, над которым нужно очень серьезно задуматься. Ну, хотя проведение месячника в профилактике того или иного заболевания – это обычная традиционная форма, которая принята не только у нас в стране, она во всем мире принята. Просто более пристальное внимание не только лечебных заведений, которые специализируются на этом заболевании, но и в том числе прессы, например, без участия, которые невозможно, собственно, работать в этом направлении, в просветительском. Месячник еще не закончился, он стартал 2 февраля, и я понимаю, что он направлен как на жителей города, так и на жителей районов. То есть самое главное, что в районы выезжает в это время бригада врачей, специалистов. Ну, может быть, тогда мне стоит некие итоги этого нашего месяца профилактики привести, хотя он действительно не закончен и будет продолжаться. Средства массовой информации действительно проявили такой неподдельный интерес к нам. И интервью были, и пресс-конференции, и горячие линии, и статьи, я не знаю, в скольких даже изданиях. Да. Но очень много, и телеканалы были. То есть внимание к проблеме, оно действительно огромное, и это, я считаю, правильно. Потому что рост заболеваемости, онкопатологии, он действительно есть. И он во всем мире. Во всем мире, как мы с вами уже говорили. Да, да, не застрахован никто. Ни богатый, ни бедный, ни высокое положение, ни низкое. Любого может, с любым может это случиться. Значит, ну вот про районы заговорили. В 4 февраля онкопост побывал, это наша традиционная акция, в Афанасьевском районе. Там 665 осмотрено было человек, и у 23 онкоподозрения выявили. Это высокий процент? Процент при акциях онкопоста это стандартный. Вот четвертый год онкопост проводится, и больше 7 тысяч человек уже обследовано. Так вот, онкоподозрений выявлено около полутора тысяч, а подтвержденных, выявленных новообразований около 500. Каждый третий? Каждый третий? Нет, не каждый третий. Если полторы тысячи подозрений, то из 500? Да, из подозрений я имею в виду, конечно, да. От числа обследованных там, ну, конечно, не каждый третий. То есть вот эффективность, она есть. Она есть. Когда вы говорите, что, мы сейчас еще к результатам вернемся, но когда вы говорите, что, видимо, в этом году целый год вы, на целый год вы продлите вот такой, да, месяц профилактики онкозаболеваний, будете пристально именно к выявлению заболеваемой, заболевших, да, пристальное внимание обращать. За что значит, что вот такие онкопосты, как в Афанасьевском районе вы провели, будут более часто, да, регулярно выезжать? График у нас на год составлен. Это не только онкопосты. Это еще и выезды с контрольными мероприятиями, проверки лечебных учреждений, как они оказывают онкологическую помощь, потому что у нас есть эта функция. Так, это консультативно-методическая помощь. То есть, одними онкопостами мы не ограничимся, потому что нам нужно, чтобы и у медицинских работников онконастороженность присутствовала. К сожалению, вот на сегодняшний день мы считаем, что онконастороженность, она на невысоком уровне. Это вот как бы одна сторона медали, а вторая это то, что... Причем и с той, и с другой стороны. И у пациентов, и у врачей. Да, но у пациентов я бы назвал это немного по-другому. Это невысокая санитарная грамотность. К сожалению, это так. Это что, значит, что люди не знают, на что обращать внимание? Да, даже... Что такое санитарная грамотность? Не то, что обращать внимание. Но вот если что-то появилось, чего раньше не было, почему не идёшь в больницу? Если начало болеть, почему ты не идёшь к врачу? Вот приведу пример буквально. Звонок мне. Звонит девушка. 34 года. Нужно мне к вам попасть на приём. Что такое? Вот что-то в брюшной полости прощупывается, какое-то образование. То есть она сама его даже прощупывает. Ну, а мы договорились с коллегами, что зелёный свет даём на обследование, на приёмы. Говорим, хорошо, приезжайте. Она говорит, ой, я завтра не могу, мне некогда, у меня работа. Спрашиваю, а сколько времени это появилось? Так уже 7 месяцев. Я даже не знаю, как комментировать вот это. Она в итоге приехала к вам? Нет. Так и не приехала? Нет. Ждём. То есть человек звонит, у него какие-то сомнения, он даже у себя что-то прощупывает и ждёт до последнего. До последнего чего? Приглашаем. Готовы принять. Хотя по правильному, мы специализированные учреждения, к нам должны пациенты попадать, направляться первичными лечебными организациями. То есть с каким-то минимальным стандартом обследования. Здесь в таких вот случаях, как говорится, в пожарных, экстренных, хорошо приезжайте уже так. Ну, когда человек непосредственно… Нет. И эти случаи я могу приводить, ну, как бы просто пачками. Вот ещё один пример. Затягивают ли с операциями, например, когда уже нужно оперироваться, уже всё диагностировано? Ну, был случай ещё до Нового года. Там мужчина, диагноз установлен. Операция, назначаем дату. Он говорит, я не могу, мне надо профессиональный праздник свой справлять. Ну, как вот? То есть сначала праздник, потом операция. Он удачно попал? Как он перенёс свой праздник? Ну, отпраздновал, пришёл. Ситуация усугубилась? Мы считаем, что немного да. Но есть случаи, когда можно затягивать, когда нельзя. Затягивает от того, что не понимают, или от страха? Бывает же такое, что человек впадает в ступор и боится сделать следующий шаг? Нет, здесь я считаю не страх. Это вот какая-то безалаберность. Вот отношение такое к своему здоровью абсолютно… Санитарная безграмотность, вы сказали, да? И мы хотим, чтобы и у врачей она исчезла, но и у пациентов. Поэтому и с пациентами проводятся и беседы профилактические, и мастер-классы по самообследованию. И какие-то памятки распечатываются, раздаются, лектории проводятся. Вот буквально недавно… То есть ищутся всё новые формы работы, чтобы достучаться до сознания. Хотя все серьёзность понимают, когда разговариваешь. Проводили обучающий квест диспансеризации взрослого населения. Это же квесты, современные формы какие-то применяете. То есть, да, мы очень помогает Центр профилактики наш руководитель Малыша Ольга Герольдовна. Потому что онкологический компонент в диспансеризации, он один из основных. И ему уделить внимание рекомендовано и Вероника Игоревна. Скворцовой. Скворцовой, да. Мы до неё доберёмся сейчас, потому что мы практически всех, кто сейчас приходит к нам из лечебных заведений нашего города, практически всех спрашиваем о том, побывала или нет, что сказала. А вас она сказала не конкретно о диспансере, а о статистике. Об этом поговорим. А вот, кстати, день открытых дверей проводили. 378 человек пришло. Это мы в субботу. Это немало. Вот в субботу, то есть вот я уже сказал, что к нам нужно, чтобы направляли. День открытых дверей мы принимали всех. Вот, я говорю, 378 человек пришло. 22 подозрения. Из них? Да. Из пришедших? Из пришедших. Вот семинар проводили мы с медицинскими сёстрами. То есть смотровые кабинеты. Вот всю область приглашали. 255 человек медицинскими сёстрами приезжало. То есть, потому что визуальные локализации, вот это тот наш резерв, где можно и ранние выявления, и активно. Хоть на первом месте у нас рак лёгкого, бронхов. Который визуально не выражен. Мы на него повлиять не можем сильно, потому что к нему маркеры-то ещё не разработаны. Или что, всех на рентген посылать. Ну, это очень и затратно, и тяжело. А то, что видно глазом невооружённым, ну, вот это-то пропускаться не должно. Возвращаясь к месячнику, который ещё не закончился, а месячник профилактики онкозаболеваний, что ещё мы можем сказать по его итогам? Вот мы про Афанасьевский район сказали, и про то, что вы собираетесь его продлить на год, этот месячник. Что ещё? Диалог со специалистом, семинар, который 15 февраля состоялся в Центре медицинской профилактики. Это был как раз день открытых дверей, или это другое мероприятие? Это всё в рамках месячника. Ну, я говорю, оборотов мы снижать не планируем. И команда онкодиспансера, ну, демонстрирует пока, вот как я вижу, энтузиазм. Вот приезд Ироники Скворцовой, о которой Вы уже сказали, министра здравоохранения, он внёс какие-то изменения в планы Вашей работы или нет? Она, напомню, отметила, что одна из главных проблем Кирова – это высокая смертность от рака. Да. Не только смертность, ещё и онкозапущенность. Вот это как раз следствие, чего мы говорили. Низкая онконастороженность, низкая санитарная грамотность. То, что Вероника Игоревна-то, она как раз вот это и сказала, что смертность от онкозаболеваний, она и во всём мире растёт, и в Российской Федерации, и в Кировской области в частности. Но это не значит, что надо успокаиваться, что от нас ничего не зависит. И то, что население в Кировской области стареет. Ну, это всё не оправдание. Повлиять можно. То есть Вы видите для себя, в общем, сферы, в которых можно повлиять, и мы обозначили уже, на каждой программе практически обозначаем эти сферы. Ну, я могу перечислить вот эти локализации, скажем так, управляемые. Это полость рта, молочная железа, кожа, прямая кишка, ну и гинекология. Пять. Пять пунктов? Это что за пункты, которые можно с очевидностью быстро достаточно диагностировать? Это пять мест, где можно увидеть. Невооружённый гликт. Да, невооружённый гликт. То есть это при скрининговых исследованиях, при профосмотрах, при диспансеризациях, в смотровых кабинетах самому можно увидеть. Да. И всё-таки после того, как Вероника Скворцова здесь побывала, к вам незамедлительно приехал губернатор, временно исполняющий обязанности губернатора Кировской области Игорь Васильев. Это была запланированная встреча или это было по следам приезда министра? Это и так, и так. Визит и планировался, но и когда были задачи поставлены министром здравоохранения, я думаю, первое лицо региона просто не могло проигнорировать, и поэтому состоялся визит в онкодиспансер. Что обсуждали в ходе визита? Что показывали? Значит, ну, нам ещё раз были доведены задачи по снижению смертности от онкозаболеваний, снижению онкозапущенности, ну и всё-таки консолидация работы с первичным звеном. Потому что выявление – это всё-таки дело первичного звена, то есть терапевтов, врачей общей практики. Ну вот здесь, кстати говоря, Ваша онкологическая служба, которая, да, патронирует весь регион, работает самостоятельно или Вы работаете в связке с другими врачами других направлений? Значит, нет, всё-таки связка. Я в прошлой программе говорил, что там система трёхуровневая. Вот. Мы вместе с Министерством здравоохранения нашей области подготовили распоряжение, которое рекламентирует работу по профилю онкология на территории Кировской области. Вот. Там как раз все эти пункты и прописаны. Там обозначена ответственность межрайонных центров, которые должны курировать работу в зоне своего обслуживания, не только, собственно, в своей больнице, но также и в прикреплённой территории. Мы будем и помогать им, и проверять. Такая своеобразная дорожная карта. Да. Ну а общая ответственность, она, конечно, лежит на нас. Мы головное учреждение. И вам придётся. Хотели бы вы этого или нет? Ну, конечно, хотели бы. Вы знаете, я сейчас на сайте вашего учреждения, я напоминаю, что мы говорим о Кировском областном клиническом онкологическом диспансере, и вижу здесь в топе буквально тему о запрете курения. Уважаемые пациенты и гости нашего учреждения, согласно пункта до комнаты и так далее, и так далее. И это прямо в топе. С чем это связано? Ну, всё-таки курение – это один из главных провоцирующих факторов развития рака. Как курение влияет на все системы организма. Ну, и вредная привычка. Ну, и плюс всё-таки закон же есть федеральный, запрете курения во всех местах. Это да. И у вас, собственно говоря, с 1 июня 2013 года, подчёркивайте, что это было, но почему пришлось это сделать? Курят по-прежнему пациенты и гости? Курят, курят. Стараемся бороться всеми силами. А это почему так сложно побороть это или нет осознания, когда у вас стоит такой тяжёлый диагноз? Я даже представить не могу, чтобы прийти в гости, например, к больному или являться таким больным и продолжать курить. У кого-то это недостаток силы воли, у кого-то… Безразличие апатии. Какое-то, да, что вроде всё кончилось. Кто-то… А курил 40 лет и буду курить. Ну, не знаю, я сам не курю, поэтому сложно очень понять людей, которые не могут избавиться от соски в возрастном возрасте. У вас есть какие-то механизмы, которые позволяют вам запрещать, не позволять, штрафовать или нет? Нет, штрафовать мы не можем. То есть только на совесть, да? Полиция может. Нет, ну, есть правила внутреннего распорядка, есть режим учреждения, и его мы заставляем соблюдать. Но поштрафовать мы не можем, к сожалению. Да, ну давайте ещё раз обратимся просто хотя бы к тем людям, которые приходят в диспансер. Неважно, в качестве пациента или в качестве навещающего, что курить товарищу не надо. Это просто опасно для жизни в данном случае особенности. Ну вот ещё одним из итогов визита губернатора поручение нам дано наладить систему обмена маммографическими изображениями с межрайонными центрами. Так называемая ПАКС-система. Вот уже наладили мы с двумя, на очереди это Слободской и Луза. Начал формироваться у нас центральный архив цифровых изображений. Яранск сейчас на подходе. Вот к полугодию задача стоит все межрайонные центры охватить. Вот министерство нас поддерживает. И Дмитрий Александрович Курдюмов, и Андрей Анимеевич Черняев. Как это выглядит, система? Значит, с маммографа, который установлен в межрайонном центре, идёт там женщину обследовали, и изображения нам пересылаются в диспансер. То есть это двойное прочтение маммограммы. Это требуют стандарты. И мы восстановили работу этой системы. В 2009 году она работала, потом перестала работать. Сейчас восстановили. Это как-то пересылается по электронной почте? Да. И специалист в онкоцентре видит тот снимок, и те выводы, которым пришёл специалист на месте? Ну, если есть подозрения, у специалиста межрайонного центра нам направляют. Наши специалисты всё-таки являются более опытными специалистами, потому что количество... Больных, которые проходят через иллюзию специалистов, узких специалистов, конечно, высоко. В идеале будем стремиться, чтобы все маммограммы, они направлялись к нам. Все районные маммограммы направлялись к вам? Да, да. Расскажите, пожалуйста, ещё про свою поездку в Казань. Там прошло координационное совещание руководителей онкоотделений по Приволжскому федеральному округу. О чём речь шла? Я подозреваю почему-то, что про то же самое говорили. Нет? Координационное совещание руководителей онкологических учреждений, не отделений. Учреждений. Ну, то, что нашей проблеме уделяется много внимания, это уже и понятно. И к нам приезжали специалисты Института Герцена Московского и руководитель Федеральной службы Росздравнадзора приезжал. И вот министр здравоохранения обозначил проблему. И губернатор области. Вот. И, например, думать, что это только вот у нас такая проблема, это было бы неправильно. Все озабочены этой проблемой. Надо как-то решать. Центром нашего Приволжско-федерального округа по онкологической службе является Казань. И 13 регионов входит в ПФО. Проблемы схожие. Проблемы схожие. У кого-то лучше, у кого-то хуже. Поэтому мы старались взять что-то лучшее и договорились с руководством от Приволжско-федерального округа по онкологии, что они к нам приедут в марте и помогут нам подготовить региональную онкологическую программу. То есть, ну а программа что собой представляет? Это мероприятие, это сроки, это ответственные, это ресурсы. Такие программы уже где-то действуют? Вот нет, начнут с нас. То есть, будем считать, что нам как будто повезло. Так, ну а сама идея-то программа какова, если она впервые создается? Казань начала ее сейчас разрабатывать. Ну а мы договорились, что приедут и нам будут помогать делать. И в Приволжском округе, ну мы будем не последние. На что направлена-то она будет? Вот в чем она будет заключаться? Какие-то наметки уже были определены? Ну, все, рассказывать сейчас пока не буду. Естественно, на что уделить первое внимание? Возможно, какие-то векторы наших усилий поменять. Это же надо тоже делать с учетом имеющихся ресурсов. Ну, допустим, в марте наш медуниверситет организует учебу по онкологии. Первичное обучение специалистов. Вот мы будем настаивать, чтобы с наших больниц туда специалисты были направлены. Насколько получится, посмотрим. С целью? Укомплектовать кадрами онкологическими. Мы видим одну из своих задач в СИЛПУ области. Укомплектовать онкологическими кадрами. Сейчас есть дефицит. Сейчас, да, есть дефицит. Надо напомнить, что у нас в гостях Игорь Тамбатов, главный врач Кира сказал, областного клинического онкологического диспансера. Я не устаю напоминать, что в этом году все-таки и уже происходят изменения, и будут еще позитивные изменения в онкологическом диспансере. У вас, например, с нового года изменилось обследование по цитологии, метод обследования. Расскажите об этом, пожалуйста. Мы ввели новый современный метод обследования – это жидкостная цитология. По сравнению с обычной цитологией он позволяет более достоверно устанавливать диагноз. Вот весь мир уже так работает. Мы пока только начинаем. Могу сказать, что в Кировской области жидкостная цитология, она не проводилась ни у кого. И направляли этот анализ в Москву или в Казань. Вот я вообще все цитологические исследования со всех ЛПУ Кировской области сейчас мы выполняем в онкодиспансере. Этого тоже не было раньше. Ну да, сейчас это централизовали. То есть это так же, как с мамограммами. То есть первичный осмотр, первичный анализ, потом передали в онкологический диспансер, и там узкие специалисты, через руки которых каждый день проходит множество таких анализов, они еще раз смотрят. Более компетентные специалисты, не обижая коллег, скажем. Вот этот новый анализ, он насколько выявляемость увеличивает? Ну и информативность там в разы выше. То есть не просто, наверное, диагноз устанавливается, но еще там все формы и прочее. Это хорошо. Ну и напоминаю, что мы ждем все-таки, ждем ваши 4 лицензии на высокотехнологичную помощь. Это тоже будет огромный шаг вперед для нашего онкодиспансера, и для врачей, и для пациентов. И это будет, надеюсь, я летом уже. Летом. Мы тоже надеемся. И мы об этом расскажем, безусловно. Это была программа «Слушайте доктора». Я благодарю Игоря Набатова, главного врача Кировского областного клинического онкологического диспансера. И очень хочу, чтобы наши слушатели внимательно нас слушали, заботились о своем здоровье. И как это называется? Санитарная... Грамотность. Грамотность. Да, наша выросла многократно. Ну а мы в нашей программе над этим работаем. Спасибо вам большое. До свидания. Спасибо. Всего доброго.